Не падать духом и не показывать свои тяжелые эмоции и переживания, потому что ребятам там тоже очень тяжело. И нужно понимать, что надо крепиться. Потому что мы их защита с тыла, грубо говоря, эмоциональная поддержка. Если мы дадим слабину, они точно так же дадут слабину. Ирина, Анна, Анастасия, Василиса. Хрупкие, но сильные женщины. Супруга и три дочери, героически погибшего в зоне специальной военной операции жителей Щелкова Сергея Брылькова. 6 октября 2022 года он был призван по мобилизации в зону СВО. Военную службу проходил стрелком-помощником гранатометчика. 21 марта 2023 года Сергей Брыльков погиб в бою в ходе проведения специальной военной операции. По воспоминаниям семьи и друзей, он был всегда душой компании. Шутил, несмотря на все невзгоды, был с улыбкой на лице. Готов всегда прийти на помощь близким. Это был человек с глубоким патриотическим духом. В свободное время любил выбраться на природу с семьей, увлекался рыбалкой, любил животных. Выполняя воинский долг в зоне СВО, наш земляк спас жизнь троим сослуживцам. Посмертно награжден Орденом Мужества. С момента тяжелой потери прошло не так много времени. Да и как понять, сколько его нужно, чтобы пережить утрату главы семьи. Время хоть и лечит, но раны болят. Как справиться с этой болью четырем трепетным девичьим сердцам? Взяв под крыло, помогают пережить и справиться с потерей, конечно же, близкие. Друзья, администрация округа Щелково, спасатели из Центра гражданской защиты. Наш отец погиб в зоне проведения СВО. Через пару дней, видимо, эта информация дошла до руководителя Центра гражданской защиты Киселева Леонида Юрьевича. И он решил с нами связаться и предложил встретиться для обсуждения дальнейшей помощи нашей семье. По поручению главы Щелковского городского округа, они готовы нам посодействовать в помощи нашей семье в целом, решении бытовых каких-то проблем. И в целом в похоронах нашего отца, так как его была последняя воля похоронить на его родине, это в городе Ставрополь. Это было достаточно проблематично организовать. И нам помогли в решении этого вопроса, за что мы очень сильно благодарны. Потому что это было очень быстро решено в сегодня момент. Девиз «Своих не бросаю» для сотрудников Центра гражданской защиты воплотился в дело. Семью Брыльковых окружили теплом душевные и добрые люди, которые не просто на словах, поступками помогают пережить потерю. Маленький щенок Корги по кличке Дуся теперь настоящий друг и член семьи. Его девчонкам подарил директор Центра гражданской защиты Леонид Киселев. Этот щенок – племянница талисмана спасателей Корги Маруси. Мы были на празднике в УСК Подмосковье. Это было 16 апреля. Грандиозное было празднование. И нам подарили там душу. Так как моя сестра является ученицей, студенткой кинологического, и ей в дальнейшем для служебных обязанностей потребуется собака. Центра гражданской защиты и Корги отряд решила сделать нам вот такой подарок. Поддержку семье оказывает и глава округа Андрей Булгаков. Он ходатайствовал о бесплатном обучении средней дочери Насте. Она студентка Щелковского колледжа, получает профессию кинолога. Невозможно забыть человека, но сделать так, чтобы чуть-чуть была жизнь лучше, чем просто у того человека, который не имеет поддержки. Я глава округа, мы контролируем эту жизнь и помогаем. Старшую дочь Сергея Анну тоже не оставили без поддержки. Теперь она сотрудник Центра гражданской защиты. Она в семье старшая и за старшую. Ведь теперь они, женщины семьи погибшего героя, должны выстоять и продолжать жить дальше, вместе и оберегая друг друга. Ну вот сегодня такое время непростое, да, проходит военная операция. Что бы вы могли пожелать людям, которые отправляются туда или хотят отправиться? Здоровья большого и крепкого. Не унывать, не падать духом и возвращаться домой. Это обязательно, потому что все люди, которые находятся сейчас там, наши мужчины, отцы, дяди, все, они должны понимать, что их ждут дома. И ждут дома их семьи, и все их любят и ждут. Просто надеяться, крепиться, ну и, конечно же, победы. Спасибо. 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 Спасибо.